Вот-вот выпускники сдадут последние экзамены и у них начнется новый важный этап – выбор вуза и подача документов. Приемная кампания Казанского федерального университета стартует 20 июня для всех абитуриентов в рамках общего конкурса и завершится 25 июля. Для ребят, планирующих поступать, сдавая внутренний конкурс, необходимо знать, что документы нужно успеть подать до 15 июля. Мы стараемся развивать наши онлайн-методы подачи и популяризировать в целом подачу документов через наш личный кабинет. Это социальная сеть Казанского федерального университета «Буду студентом». Также можно подать документы через портал государственных услуг, через сервис «Поступи вуз онлайн». Ну и стандартные методы, как очный прием, личный прием и подача документов через почтового оператора, она, конечно, осталась, но ежегодно она становится все меньше и меньше. Одними из самых часто задаваемых вопросов традиционно становятся направление и количество бюджетных мест. Обо всем поподробнее. В этом 2023 году КФУ с учетом филиалов предлагает более 7300 бюджетных мест по направлению подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по всем формам обучения. В Елабужском институте открыто более 500 бюджетных мест, а в Набережно-Челнинском почти тысяча. Подача в этом году отличается немножко от прошлого года. Абитурент подает заявление «Единое» в ВУЗ и приоритализация, она сквозна. То есть он может выбрать направление как Елабужского института, либо Набережно-Челнинского, так и Казанского университета головной организации и добавив все направления в рамках одного заявления. Казанский федеральный университет – ВУЗ классический. Вся его команда ежегодно трудится над развитием образовательных программ. В этом году есть ряд новых направлений, например, архитектурное, которое ранее в КФУ еще не было представлено, а также биотехнологии и биоинженерия, которые обладают рядом преимуществ. Направление, которое новое в этом году получило бюджетные места – это биотехнологии, биотехнологии и инженерия. Очень интересное направление, очень такое, можно сказать, в ногу со временем, и ребята, которые его выберут, можно сказать, угадают с будущей профессией, потому что это сейчас очень востребовано на рынке труда. Что касается иностранных граждан, то на сегодняшний день они уже прошли первую волну внутренних вступительных испытаний. Прием стартовал в марте, однако первые приказы будут опубликованы не раньше июля. Прием заявлений продолжается. На сегодняшний день это более 7 тысяч заявок уже и практически 5 тысяч человек. То есть мы приближаемся к этой цифре. С 15 июня горячая линия начнет свою работу в боевом формате. Более 20 операторов будут на связи для того, чтобы ответить родителям и самим абитуриентам на все интересующие их вопросы. Если вопрос не требует отлагательств, то всегда можно позвонить по номеру приемной комиссии 292-73-40. Карина Саяхова, Ленаргий Затулин, Универньюс.